Формирование в Азербайджане института пробации, то есть института условного наказания, является важным решением в области создания необходимых условий для исправления осужденных без изоляции от общества. Об этом было сказано на общественных обсуждениях, посвященных распоряжению президента Азербайджана 10 февраля 2017 года, который призван усовершенствовать деятельность в пенитенциарной сфере и сделать более гуманную уголовную политику. Круглый стол был организован аппаратом уполномоченного по правам человека, амбудсменом Азербайджаном. В своем выступлении амбудсен Эльмира Сулейманова отметила важность координации различных государственных ведомств, неправительственных организаций для улучшения качества работы с осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также условно осужденными. В Азербайджане в области применения национальных превентивных механизмов было представлено свыше 200 предложений, половина из которых была реализована. После обретения независимости в Азербайджане институт по помилованию достиг нового уровня и были осуществлены свыше 10 актов об обнести 61 указ о помиловании. В результате десятки тысяч заключенных были отпущены на свободу до истечения срока наказания. Распоряжение президента Азербайджана от 10 февраля является целенаправленным и логическим дополнением этих реализованных в стране мер. Данный документ поощряет координацию деятельности амбудсмана, неправительственных организаций, государственных структур и органов медиа. Сейчас в мире существует около 1 миллиона детей, находящихся в заключении, лишенных прав на образование, правовой защиты и социальной поддержки. Распоряжение президента Азербайджана создает возможности для применения альтернативного наказания для детей, совершивших преступления. Это очень важный вопрос для азербайджанского народа, поскольку опыт показывает, что лишение свободы отнимает у детей возможность в будущем стать полезными для общества. Распоряжение президента Азербайджана